Приветствую! Меня зовут Евгений Матвейчук. Я являюсь автором, составителем выставки «Царский венец», которая уже пять лет представлена в России, в разных городах. Есть и в Донецке, есть и в Сибири, почти до Дальнего Востока уже дошла, в Москве, в Петербурге. Сейчас мы находимся в Петербурге, в храме Державной иконы Божьей Матери, та, что на маршала Жукова. Здесь сегодня произошло замечательное событие, я бы сказал, грандиозное, очень радостное для всех, потому что сегодня, в этот день, в одной точке сошлись сразу несколько интересных событий. Это наша выставка, которая здесь находится уже с сентября прошлого года. Это икона, которую вы видите за мной, икона имперской покаянной, святаго царя Николая II, которая приехала с крестным ходом, атамана Николая Кришталя, который по наследству взялся за дело своего отца, дорогого стоит, Сергея Кришталя. И прошла она уже и тысячи, и тысячи километров. Сегодня также этот храм посетили крестоходцы, Святая Русь называется, крестный ход, с копией Годеновского Животворящего Креста Господня. Но его так называют, а правильнее говорить, небоявленного Животворящего Креста Господня. Сегодня был поистине царский подарок и поистине царский хор Ирины Валентиновны Болдышевой имени преподобного Иоанна Дамаскина. Замечательные дети, искренние, такие лица, которые сейчас не встретишь нигде на улицах. Действительно трудно сдержать слез. Они спели несколько песен, замечательных композиций. Отец Дмитрий провел молебен. Мы молились государю, молились всей царской семье, молились преподобному Сергию Радонежскому, Серафиму Саровскому, Цесаревичу Алексию. Потому что с этой большой иконой пришли и эти три иконы надымские. Все они чудотворные, все они мироточили. И вот я как автор выставки «Царский венец» хочу рассказать сегодня о ней. Эта выставка здесь представлена на около, наверное, 16-17 стендах. Повествует она о беспримерной любви святой царской семьи. Конечно, о которой многие из вас уже наслышаны и знают. Мы знаем, что они с каждым годом все сильнее и крепче любили друг друга. А любили потому, что они становились ближе к Богу. А как известно, чем ближе к Богу, тем ближе друг к другу. И подошли они к роковой черте в последние дни в своей жизни уже подготовленными, восходя от силы в силу. Они не просто за мученическую кончину были прославлены, но за всю свою славную жизнь. Потому что невозможно, да и никогда Господь не позволит так, чтобы человек погиб неподготовленным. То есть по ступенькам они восходили к ней все выше и выше. А самое главное, о чем я хочу сегодня сказать, это об их жертвенном подвиге. Государь незадолго до своей кончины, до своего убиения, даже правильно сказать, сказал, «Если России нужна искупительная жертва, я буду этой жертвой досвершиться воля Божья». И действительно, он везде, практически, даже, наверное, это наиболее часто его слова были, «Досвершиться воля Божья». Заканчивал со словами и начинал со словами, обращаясь к Богу за его благословением. И вот я привожу пример жертвы Авраама. Насколько велика была библейская ветхозветная жертва Авраама, что Господь, когда явился ему и сказал принести сына своего, Исаака, в жертву, он возвел его на гору высокую особо, дал ему дрова, возложил на жертвенника, уже занес нож и было хотел закладь его. Но Господь остановил его и сказал, «Принята жертва твоя». Вот Агнец, да, и он видел Агнеца, который запутался в кусту. Так, насколько же больше, давайте теперь представим, насколько больше жертва в святой царской семье. Ведь они не просто намеревались принести в жертву себя, они принесли себя в жертву все без остатка, и царь, и царица, и их невинные дети. А давайте теперь вспомним, обратившись к Светкому Завету, что обещал Господь Бог Аврааму, что семья твоя будет бесчисленная, как песок морской и как звезды небесные. И мы, вспоминая пророчества святага монаха Авеля, Тайновидца и многих других, вспоминаем такие слова, что Россия будет прославлена, это Серафим Саровский говорил, и что Россия будет прославлена потому, что давлеет молитва у мученного царя. Это монах Авель, Тайновидец говорил, который предсказал кончину Екатерине и Павлу Первому. Его каждый раз закрывали в темницу, а потом он выходил, когда оказывалось, что его пророчества сбывались. Не только эти пророчества были, что они умрут, но и многие другие. Так вот, я к чему это говорю? К тому, что жертва государя не напрасная. И Бог силен исполнить то, что говорили пророки, о том, что Россия в последние времена путем страданий придет к великой славе, как говорил преподобный Серафим Саровский. А святой Анатолий Оптинский-младший говорил, что Россия — это корабль, он будет разбит. Это тоже ему было видение такое, что будет буря, он будет разбит. И тогда все, понурив головы, говорили, что же, что же будет. Он сказал, на обломках и щепках Россия спасается. Воссоздастся корабль России во всей полноте. И так пойдет путем Божьим ему предназначенным. И все флаги будут в гости к нам. Все будут приезжать к нам и спасаться в России в последние времена. Но для этого нужно, чтобы все русские люди сегодня объединились. Как-то государь Николай Александрович на 200-летие победы в Полтавской сражении сказал, «Объединяйтесь, русские люди, рассчитываю на вас. Я верю, что мне и вам с помощью Божьей удастся победить врагов Отечества. Я рассчитываю на вас». И сегодня эти слова звучат, как камертон в душах верных людей, верных России. Потому что с убиением святой царской семьи пало не просто... Не просто они убили святую царскую семью, но пало самодержавие. Они свергли вообще самодержавие в целом. Что мешало восставить другого царя. И нам нужно сейчас всем осознать, что без царя России не быть. Как говорили святые, что без царя Россия — это как труп смердящий. Она вся разделится по частям, говорил праведный Иоанн Кронштадтский. И реки крови прольются. Что и произошло. И сегодня мы видим, что Россия дробится и дробится. Делится и делится. Народ на народ восстает. И царство на царство. Доколе же это будет с нашим народом? А это будет до тех пор, пока русский народ не осознает, что нужно наконец-то вспомнить про мученический подвиг святой царской семьи. Нужно осознать важность этого подвига. Ведь в 1963 году было явление самой царицы Александры, протерии Василию Фонченкову. Она, как бы возносясь над котлованом, сказала, что до тех пор, пока наша жертва не будет принята как мученическая жертва, бесовские чары с Россией не будут сняты. Это можно найти в открытых источниках в Ютубе. Это слова самого протерии Василия Фонченкова. И еще она сказала, мы растворились в русской земле, не ищите нас. Это к вопросу об останках, которые сегодня пытаются нам выдать, что они найдены, поросенком лагуза царские. Так вот, наша выставка говорит и повествует прежде всего и больше всего о любви, о беспримерной любви святой царской семьи и об их жертвенном подвиге. Я приглашаю всех на нашу выставку. Одна из выставок находится в храме Девяти мучеников Кизичевских в городе Москва. Вторая выставка сейчас в Петербурге. Пока еще она в храме иконы Божьей Матери Державной на проспекте Маршала Жукова, дом 60. И во многих других местах я в формате этого вещания не могу перечислять. Поэтому я призываю просто набрать в интернете выставку «Царский венец». У нас есть YouTube-канал, Telegram-канал. Подписываться и смотреть наши новости. Для чего? Для того, чтобы каждый из нас мог внести свой вклад. Потому что Россия не возродится, пока в душе русского человека не появится алтарь для Бога и престол для царя, говорил великий наш философ Иван Александрович Ильин. И для того, чтобы Россия возродилась, нужно, чтобы все русские люди, как один, взялись, объединились, как призывал нас государь тогда на двухсотлетие. И что я хочу еще сказать, всего несколько раз назад снова было, но уже видение государя Николая Александровича. Об этом поведал нам настоятель одного из храмов Можайского района Московской области, который окормляет духовно театр «Живая вода». Он сказал, что он был у монахини в скиту, и она ему поведала, что ей явился государь в сонном видении, на белом коне, вокруг были черные рыцари. Это 2020 год. Они одолевали ему, и он произвел примерно те же слова. «Скорее спешите, почему же вы мне не помогаете?» Враги одолевали его. И вот у меня родился такой стих, который я сегодня хочу рассказать вам. «Недавно в схимнице, в чудном виденье, явился наш царь на белом коне. Не просто явился, но в окружении, мечом посекая тьму рыцарей в черном и в помрачении горящих в огне. «Объединяйтесь, русские люди!» Наш государь ко всем нам взывал. «Мне помогите, Россию спасите!» Русь погибает, нечистивал. Но малая часть, как и в годы свержения, спешит помогать ему в окружении. Он бьется за нас, как и тогда. Не забывайте их мук никогда. Вставайте скорее, было б желание. Царь-батюшка вымолит, силы подаст. Очистите души свои воздержанием, и Бог по молитвам победы воздаст. Но так, чтобы не лицемерно, без ненависти, мятежа, Святую ревность возжигая и жажду к истине держа, В семье и обществе, ведя себя примерно, потрудимся, не ради дележа. И вспомним мы слова святого Серафима, и сердце русское его слова вместит. Пройдет гроза над русской землею. Народу русскому Господь грехи простит. И крест святой божественной красой над храмами вновь ярко заблестит. Утихнут грозные невзгоды. Своих врагов Россия победит. И имя русского великого народа, как гром, по всей вселенной прогремит. И вот сегодня мы видим шествие чудотворной иконы имперской покаянны Николая Кришталя. Мироточивая икона, которая уже 25 лет мироточит, стоит тоже в храме девяти мучеников кизических. В субботу 15.30, каждую субботу совершаются перед ней молебны. Уже митрополиты и владыки, что доселе не было, приглашают этой иконы. И кровоточивая икона святых царственных мучеников. Царь идет по России. Выставки приветствуются, фильмы снимаются. И мы видим, что Россия возрождается. Потому что это и есть самый главный признак возрождения. Возрастающую любовь к нашему государю, к самодержавию. И когда этот критический момент наступит, когда большая часть русских людей осознает, что Россия без царя не быти, тогда поедут к нам иностранцы спасаться сюда. Да, они и уже едут. Недавно я встречался с таким молодым человеком, 25 лет, Конрад его зовут. Он приехал из Америки на конференцию славянофилов в Москву. Вот буквально не так давно. Я спросил у него, Конрад, интересно, как же вы заинтересовались вообще Россией, православием? Он православный человек. Он сказал, а вы знаете, у меня большая аудитория. У него там много тысяч на аудитории в Ютубе, на Ютуб-канале. Он ведет подкасты в Америке. И сказал, у меня почти все, говорит, аудитория – это молодые люди. И они поняли, что Америка, она уже идет в ад. Что это Содом и Гаморра уже. И поэтому они стали смотреть на Россию. Этот процесс уже сегодня пошел. И наше сейчас дело, и наше сейчас время. Потому что святитель Феофан Полтавский, духовник царской семьи, собрав пророчества святых, сказал, в последние времена сам народ восстановит православную монархию. Потому что мы сегодня пока еще, к сожалению, наши власти не свободны. Потому что когда свергли государя, сейчас вот это, так называемое, пятая колонна или надмирное, надгосударственное правительство имеет большую силу. И свободны руки нас, мирян. Поэтому сейчас нам дана огромная власть. Если к молитве государю мы это, по молитве государю поймем, что происходят великие чудеса нам на самом деле, а самым немощным дается сила, и соберемся в один кулак, то в России не так долго еще будем ждать, может быть, и в наше время восстановится православная монархия, и будет царь. И как поется в замечательной песне Ирины Валентиновны Болдышевой, ее хора, «Взойдет заря для русского царя, Ни настоящего, ни самозванца, И ни для ставника иностранца, Взойдет заря для русского царя». Поэтому присоединяйтесь к нашей деятельности по выставке, находите нас. Это не так дорого. Любая школа может ее сделать, она на баннерах, можно ее распечатать и рассказать детям действительно настоящую правду. Потому что в учебнике, снова сейчас, в последнем учебнике, не та история, которую нужно рассказывать. К сожалению, снова оттеняется величие подвига святой царской семьи, практически ничего о нем не говорится. И как-то уже в каких-то таких, как говорят, толерантных красках сообщается о советской революции, вот этой великой, октябрьской, так называемой, да, которая великая только у нас, кстати, называется. Ни в одной стране мира она великая не называется. Рассказывать детям правду, рассказывать своим близким правду. И вот в этом и к этому призвана наша выставка «Царский венец». Я благодарю отца Дмитрия Кулигина, что он здесь принял нашу выставку, что он осознает необходимость этого, того, о чем я сегодня вам говорю. Благодарю всех, кто сегодня участвовал в этом событии, и вас, что пригласили нас на эту беседу. Субтитры создавал DimaTorzok